МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Марина Иванова. Здравствуйте. 79% опрошенных россиян знают о готовящемся голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. 66% планируют принять в нем участие. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения. Информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию постепенно растет. Чаще сообщают о возможном участии в голосовании россияне 45-59 лет и старше 60-ти. О конкретных предложениях, которые будут вынесены на общероссийское голосование, знает каждый четвертый. Чаще всего россияне называли обязательную регулярную индексацию пенсий. Также граждане знают, что будут вноситься изменения, касающиеся социальной политики в целом, и ограничения на пребывание в должности президента более двух сроков для одного человека. Более 90% опрошенных признает изменения важными. Юрию Лужкову могут присвоить звание почетного гражданина Севастополя. С такой инициативой к правительству города обратился депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Белик. По мнению парламентария, экс-мэр Москвы придерживался позиции, что Севастополь никогда не передавался Украине и вкладывал силы и средства в развитие города-героя. Именно благодаря Юрию Михайловичу и таким политикам мы знали, что русская резина все равно в Севастополе настанет, что Севастополь рано или поздно вернется в состав Российской Федерации. И именно поэтому я обратился к временнословающей обязанности губерантора Севастополя Михаила Развожаеву, к нему как руководителю исполнительной власти, к нему как секретарю Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия». Обратился к фракции «Единая Россия» в законодательном собрались с тем, чтобы изменить региональное законодательство и позволить присвоить звание почетного гражданина города Юрия Михайловича Лушкова. По словам Дмитрия Белика, присвоение звания почетного гражданина экс-мэра Москвы станет данью уважения, которую политику отдадут севастопольцы. Однако пока этому мешает региональный закон. Согласно документу, звание почетный гражданин нельзя присваивать посмертно. Корректировки в закон, по словам Дмитрия Белика, может инициировать фракция «Единая Россия». Дело в том, что в нынешнем законе региональном Севастопольском написано, что звание почетного гражданина города может присваиваться только человеку, который является ныне живущим. Я полагаю, что внести нужно небольшие корректировки, но примерно такого плана, что в исключительных случаях по решению законодательного собрания звание почетного гражданина может присваиваться посмертно. Я считаю, исключительные случаи как раз этот и есть. Таких людей немного, которые столько сделали в период до 2014 года для Севастополя, которые были последователи, которые сделали очень много для построения домов, школ, дом Москвы, крейсер Москвы. Это можно перечислять очень долго. Напомним, 13 февраля президент России Владимир Путин распорядился увековечить память Юрия Лужкова, установить мемориальную доску на доме, где жил бывший градоначальник. 20 февраля инициативная группа севастопольцев предложила присвоить имя экс-мэра Москвы Юрия Лужкова новому парку на западном берегу Стрелецкой бухты. Спустя 12 лет строительство многоквартирного дома для реабилитированных граждан власти Севастополя обещают закончить в конце этого года. На объект вышел новый подрядчик – высот спецстрой. В отношении организации «Юж-Уралстрой», которая занималась домом до этого, возбуждено уголовное дело за невыплату зарплат рабочим. Строительство дома для депортированных началось в 2007 году, однако остановилось после возведения фундамента. После возвращения Севастополя в Россию дом продолжили строить по федеральной целевой программе. В 2018 году экс-губернатор Дмитрий Овсяников заявил, что завершит строительство, но выполнить обещание не смог. Дом для депортированных в Севастополе пытаются построить более 10 лет. С этой задачей не справилось несколько руководителей города. С прошлой весны на объекте никто не работал. Строительство возобновили в феврале этого года. Закончить строительство многоквартирного дома для депортированных по улице Камрика Потапова, 35, обещают к концу 2020 года. Новый подрядчик «Общество с ограниченной ответственностью высот спецстрой» заканчивает монолитные работы, проводит инженерные сети, вентиляцию, а также выставляет леса для внешней отделки фасада здания. Эта организация работала на объекте совместно с прошлым подрядчиком. «На этом объекте мы выполняли работы и до заключения контракта с ГБУ, мы выполняли работы на субподряде у Южа-Уралстроя. То есть, в принципе, весь монолит, монолитные работы выполняли мы. На секции А и Б было по два этажа, залитых еще во времена Украины, а на секции В были залиты стены первого этажа. Вот с этого этапа весь остальной монолит, в принципе, выполняли мы». Сейчас над строительством трудятся полсотни человек и четыре единицы техники. По словам Апти Эльмурзаева, с наступлением новых этапов работ количество строителей увеличат. На скорые новоселья рассчитывают около 70 человек. 12 лет назад, когда началось строительство дома, в очереди на получение квартиры стояли около 200 реабилитированных севастопольцев. Многие из них не дождались. «Порядка 40 человек за это время так или иначе решили вопрос жилья, то есть где-то прописали, либо дети построили здесь жилье есть. Два десятка человек, которые умерли, три человека за последние два месяца умерли, очередники не дождавшиеся. 16 человек, которые так или иначе не заявились уже после вступления Крыма и Севастополя в Российской Федерации и, соответственно, в очереди их нет». А те, кто все же остались в очереди, будут следить за строительством дома. Энвер Мамудинов рассказал, что раз в две недели сюда будут приезжать реабилитированные. «Чтобы они своими глазами видели, что процесс идет, убеждались в этом и вот это напряжение снять. Потому что есть люди, которые на этом спекулируют. И больше всего не хотелось бы, чтобы вопрос, который действительно морально тяжелый, да, вот уже личный вопрос, он все-таки не стал политическим, потому что власть все равно прилагает усилия и мы надеемся, что дом все-таки будет в этом году построен и они получат свое жилье». За работой нового подрядчика следит директор департамента капитального строительства правительства Севастополя Иларион Гапецонов. «Я прежде всего хочу искренне извиниться перед людьми, которые ожидают так долго эти квартиры. Я даю слово, что в этом году эти квартиры будут им переданы, дом закончен. В принципе, отставания от графика нет. Компания у нас работает уже на нескольких объектах успешно. Будем надеяться, что здесь он также нас не подведет и закончит работы в срок. Планируемый срок англичанской работы – это декабрь 2020 года». «Остаточная стоимость строительства дома – 200 миллионов рублей», – уточнил Иларион Гапецонов. Многоквартирный дом включает в себя три корпуса. На девяти этажах разместили 99 квартир, из которых 63 однокомнатных и по 18 – двух- и трехкомнатных. Маргарита Чернуха, Дмитрий Лилека, Севинформбюро. На специализированном авиационном полигоне в Ставропольском крае экипажи новейших штурмовиков Су-25СМ-3 уничтожили тактические ракетные комплексы условного врага. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа. Минобороны опубликовала видеострель в штурмовиков. На учениях особое внимание уделялось аэронавигации и уходу штурмовиков из-под удара зенитных систем условных террористов. Торпедный катер времен Великой Отечественной войны подняли со дна Черного моря. Операцией занимались экипажи судов Черноморского флота. Находку обнаружили на выходе из карантинной бухты, где в период второй обороны Севастополя базировалась бригада торпедных катеров. Корпус и рубка катера сохранились в целостности. Его состояние специалисты Черноморского флота изучали с помощью подводного беспилотного аппарата. Этот торпедный катер Г-5 – один из нескольких базировавшихся в Севастополе. Многозадачный, быстрый и маневренный. В годы Великой Отечественной войны он не только сопровождал транспортные суда на Кавказ, но и проводил ночные вылазки, высаживал пехотный десант и помогал эвакуировать с воды подбитых советских летчиков. Участвовали торпедные катера в Керченской феодосийской десантной операции, в Патарийском десанте, в двух набеговых операциях на Ялту. Подъем катера с 11-метровой глубины спустя 7 с лишним десятков лет после его гибели – задача не из простых. Одна ошибка может привести к повреждению корпуса. Сказывается долгое пребывание в соленой воде. Потому особое внимание уделяется распределению веса при закреплении корпуса на крюки грузового крана. Как только катер частично оказывается на поверхности, соль тут же смывают мощным напором воды. Большой объем грунта размыва использовался, грунт осоз, в последующем заведение судоподъемных стропов. Данный процесс не представлял собой определенной сложности, так как это была глубина 12 метров, закрытая бухта от ветров и волнения, таким образом, как средней степени сложности. В будущем катер может обрести вторую жизнь уже в роли музейного экспоната. Но сперва в специальной комиссии предстоит определить причины гибели Г-5 и оценить его состояние. Лишь затем его транспортируют на сушу. Михаил Журавский, Кирилл Попов, Севинформбюро. Острую медицинскую недостаточность в Севастополе будут лечить целевым набором. С дефицитом кадров в сфере здравоохранения города поможет справиться увеличение бюджетных мест в медицинских вузах и колледжах страны. Повысить показатели целевого набора студентов, о котором заявил Владимир Путин в послании федеральному собранию, регионы готовы. В новом учебном году Севастополь направит на учебу в Симферополь, Краснодар, Москву и Санкт-Петербург 129 будущих врачей. Елена Мудревская учится на шестом курсе лечебного факультета в Волгоградском государственном университете. Девушка из Севастополя поступила в российский вуз в 2014 году. Работать мечтает хирургом в родном городе. Однако еще предстоит учеба в ординатуре. В дальнейшем бы хотела взять целевое из родного города, так как я являюсь жительницей Севастополя, чтобы вернуться и работать на благо родного города. Конкурс большой. И чтобы подстраховаться и быть уверена в том, что я смогу быть узким специалистом и тем врачом, которым мне хочется, хотелось бы именно получить целевое. Будущему врачу повезло. Медиков теперь привлекают не только жильем и социальной поддержкой, но и возможностью целевого обучения и гарантиями трудоустройства. В марте стартует кампания по приему документов на целевое обучение в медицинских вузах России по программам специалитета и ординатуры. В этом году департаментом начинается приемная комиссия по целевому обучению с 16 марта и закончится 11 июня. Приглашаем всех желающих на поступление. Это выпускников школ и также выпускников высших учебных заведений. Департамент здравоохранения правительства Севастополя предоставит 74 места для ординаторов и 55 мест на программы специалитета. Студенты и работодатели больницы и поликлиники города заключат договоры о будущем трудоустройстве. На учебу направят в Симферополь, Краснодар, Москву и Санкт-Петербург. Ведущие вузы Российской Федерации – это Крымская академия медицинская, Московский, Первый, Сеченова, Петербургский вуз и Кубанский. После завершения учебы 129 врачей вернутся в Севастополь. Те, кто учился по целевому направлению, отработают в медицинских учреждениях города не менее трех лет. У нас очень востребована эта специальность лечебное дело и педиатрия. И также специальности по ординатуре узкие специалисты. Акушеры и гинекология, психиатрия, хирургия. Ну и большой перечень. Более подробно можно будет ознакомиться у нас в департаменте. Оксана Поданева уточнила, в отдел кадровой работы Департамента здравоохранения города необходимо предоставить копии паспорта, СНИЛС, характеристику от учебного заведения, документы об успеваемости и ходатайство от государственного медицинского учреждения, в котором будущий врач планирует трудоустроиться. Целевое обучение распространяется и на среднее профессиональное образование. Программа уже год успешно реализуется в Севастопольском медицинском колледже имени Жени Дерюгиной. Были выделены дополнительно 150 бюджетных мест для обучения по целевым договорам. В контрольных цифрах приема на этот год также утверждены бюджетные места по двум специальностям на обучение по целевым договорам. Это специально сестринское дело в количестве 60 бюджетных мест и специальность лечебное дело в количестве 15 бюджетных мест. В прошлом году колледж набрал целевиков, фельдшеров, медсестер и акушерок. 28-летняя Дарья Пак воспользовалась возможностью и решила сменить профессию экономиста, чтобы помогать появляться на свет детям. Целевое обучение для меня оказалось очень важным, потому что наборы небольшие, возраст у меня не 18, и как бы так получилось, что мне это очень помогло, это дает мне шанс получить важную для меня профессию. Каждому выпускнику гарантировано рабочее место по специальности после завершения обучения. Необходимость трехлетней отработки снижает текучесть кадров, отмечает Анна Шишкалова. Очень отрадно понимать, что Севастополь в данном контексте идет в ногу со временем, потому что данная мера является общероссийской тенденцией в среднем профессиональном образовании и направлена на снижение дефицита кадров, в данном случае в практическом здравоохранении. Президент России поставил задачу Минздраву максимально увеличить целевой прием в медицинские вузы и колледжи по дефицитным специальностям. Квоты формируются по заявкам регионов. Таким образом, к 2024 году все уровни системы здравоохранения планируют обеспечить специалистами. Екатерина Коломиев, Дмитрий Лелеко, Севинформбюро. В городской больнице номер 5 Центр охраны здоровья матери и ребенка нашли нарушения в организации питания пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Севастопольской прокуратуры. В ходе проверки обнаружили нарушения санитарных норм и правил при производстве, хранении и транспортировке продуктов готового питания. Договор на оказание услуг по приготовлению и поставке еды заключен между учреждением здравоохранения и обществом с ограниченной ответственностью «Пеликан». Стоимость контракта 25 миллионов рублей. 5 марта представители прокуратуры совместно со специалистами территориального отдела Роспотребнадзора по Севастополю, Департамента сельского хозяйства города и уполномоченным по правам ребенка провели проверку в помещениях, арендуемых коммерческой организацией, где происходит складирование продуктов и приготовление пищи для пациентов в больнице. Организовано проведение проверки фирмы ООО «Пеликан», которая, согласно заключенного контракта, организует питание детей, беременных, рожениц, кормящих матерей, которые находятся на лечении в городской больнице номер 5. Проведена проверка и установлено, что условия государственного контракта заключенного в городской больнице с фирмой «Пеликан» не соблюдается. В этой связи проверка будет продолжена уже в городской больнице номер 5 в части надлежащего контроля за исполнением заключенного контракта. Специалисты Департамента сельского хозяйства отобрали пробы КРУП для проведения лабораторных исследований. Мы выявили ряд недостатков. Будут подготовлены соответствующие документы. Мне, как уполномоченному, важно, чтобы дети города были обеспечены полноценным калорийным диетическим питанием. Напомним, в больницах Севастополя в этом году начался ремонт пищеблоков. На время проведения работ организацию питания в медицинских учреждениях передали на аутсорсинг. Поставками питания для пациентов занимается сервисная организация. Межрайонная природоохранная прокуратура в суде добивается проведения инвентаризации зеленых насаждений Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В результате проверки исполнения требований федерального законодательства выяснилось, что ориентировочная площадь земель, на которых произрастают зеленые насаждения на территории города, 4 миллиона 200 тысяч квадратных метров. Учтены в том числе зеленые зоны улиц, парков, скверов и бульваров. При озеленении используются редкие и охраняемые виды растений, такие как сосна крымская, сосна пицунская и ее подвиды, тис-ягодный и другие. При этом в нарушении требований закона инвентаризация зеленых насаждений уполномоченными органами власти не проводилась, реестр насаждений на территории Севастополя не составлен, состояние озелененных территорий не оценивалось. Суд удовлетворил исковое заявление прокурора о возложении на Главное управление природных ресурсов и экологии города обязанности устранить нарушения. В соответствии с решением суда Севприроднадзор должен произвести инвентаризацию зеленых насаждений в течение 10 месяцев. Решение суда пока не вступило в законную силу. И в продолжении темы. В Севастопольском лесу браконьеры сорвали 740 веток иглицы понтийской, занесенной в Красную книгу города. Об этом сообщает пресс-служба местного правительства. Злоумышленников поймали сотрудники Севприроднадзора в районе Верхнесадово. Составлено два протокола по статье об административных правонарушениях. Материалы направлены на рассмотрение мировому суде. Возможно, в преддверии Международного женского дня нарушители собирались украсить редкими растениями букеты. Севприроднадзор напоминает об ответственности за уничтожение объектов Красной книги и просит граждан не покупать букеты из краснокнижных растений. А к этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции городской 59 0060, а также мобильный плюс 7 978 931 31. Уточнить информацию или же оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfiz.tv.com. Ждите новостей. До встречи. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова